Ты знаешь, как бухают настоящие проектировщики? Ты думаешь, Кульман для чего? Рисовать? Мы все рисуем уже давно-давно на компьютерах. Вот истинное назначение. Добрый вечер! Новогодние каникулы, все бухают, вся вот эта история. И, наверное, пришло время сделать камин-аут. На этом алкогольном канале открыть мой самый любимый напиток, который я заказываю, блин, ящиками, который распробовал уже давно, много лет, так сказать. И употребляю каждый день в огромных количествах. И я хотел бы о нем сегодня поподробнее поговорить. Прикол в том, что это нам не надо. А нужно нам... Вода! Добрый вечер! Второй раз, ёпта! И не просто вода, а много воды. Заноси! Дим, ну немножко жизни. Стажер будем его называть. Так, Антуан, а ты там свинтил? Или ты мне стаканчик хочешь выдать? Красавчик! И как ты понимаешь, нужно много воды. Разнообразный. И об этом мы сейчас с тобой и поговорим. Для чего? Куда нам пригодится? Как это использовать? И в чем этом, собственно говоря, прикол? Да, вот такой у нас будет нестандартный новогодний выпуск. Ты уверен, что мне нужен рискарный бокал? Да, 100%. Я его выбирал стоял. Ах, ты выбирал его? Я думал, будет снифтор, что мы там... Нет. Начнем с фразы поздно пить боржоми. Когда почки отказали. Это, конечно, будет сейчас вопрос. Нахуя я все это дело достал? Все понимают, что надо бить воду. Но за определенное количество лет у меня выработалось определенный такой набор предпочтений и наблюдений, которые могут помочь пережить, ключевое слово, пережить, не только Новый год, но и остальные наши выпивания. Я тебе даже по секрету скажу. Какой-то из этих вот историй у меня обычно за кадром всегда присутствует. И это первое, с чего я хочу начать. Я за много лет выработал одну такую интересную привычку. Если я пью какой-то алкоголь, то я обязательно его не запиваю. Но на бокал вина, бокал воды. Выпил стакан вискаря, выпил стаканчик воды. И это правило очень здорово помогает вообще в жизни. А. На утро. Б. Тебя не так сильно накрывает. И ты все-таки можешь немножко растянуть вечер. И не сложиться там за 2 часа, а пожить ну хотя бы там 4 часа. Хотя точно так же потом и сложишься. Такой интересный момент. Здесь будет история. Куда он опять пошел? Черт. Атван, ты помнишь, что все облинения это тебе монтировать? Да. Да, ребята решили присоединиться и тоже взять по стаканчику. Давайте ставьте сюда стаканчики. Да, вот сюда ставь. Будем стараться не мешать. И начнем мы. Вот такую воду открыл недавно. Причем она бывает еще в объеме поменьше. 430 миллилитров, по-моему. Хотя 430 метров вода. Байкал. Не знаю, написано вроде, что это прям Байкал-Байкал. Придется озвучивать. Ну так, без чпоков. Обычная питьевая вода. Казалось бы, но она собака, кстати, дорогая. В принципе, так как сейчас у нас с рынка ушло определенное количество всяких брендовых таких вот историй пафосной воды, Байкал по мне очень неплохо зашел. Как бы это странно ни казалось, вот как у нас там санкции ввели, и я думаю, наши производители воды очень даже порадовались. Потому что, ну кто знал о Байкале, когда есть какой-нибудь авиан, там вот эта вся история, Панна, Донна. А сейчас очень прикольная такая водичка. В принципе, она вроде как даже у нас не минеральная, это обычная питьевая вода. Да, это просто обычная питьевая вода, которую можно пить постоянно. Байкальчик. Хорошо, будем отставлять сюда дегустированные. Слушай, просто вода как вода. Я давно сделал такое интересное наблюдение, что если вода такой комнатной температуры, или даже чуть прохладнее, где-нибудь там градусов 18-20, она самая кайфовая идет. И Байкал в этом отношении вообще шикардос. Ну, конечно, ну, условно говоря, есть и подешевле вода, есть и подороже. Но как вариант постоянной питьевой воды, это прям вин. Хорошая штука, очень даже рекомендую. Но это обычная питьевая вода. Чего на ней страдать? Ровно для этих же целей служит святой источник. Недорогая водичка. Да. Совершенно обычная вода, стоит 3 копейки. Кстати, по-моему, она вообще относится к Кока-Коле. А, эти тоже, да? Много не надо, да? По чуть-чуть. Так, я давно хотел посмотреть одну вещь. Кому это принадлежит? Эдельвейс. Эдельвейс Эл. Мне почему-то казалось, что это вы купили что-то типа Кока-Кола Компани и вот эта вся история. Ладно, давай вернем все-таки к святому источнику. Я не знаю, кому принадлежит этот бренд. Есть ощущение, что это кому-то принадлежит. Ну, по крайней мере, у нас она выходит. Вообще, водичка средненькая. Да. Она попроще. Она больше напоминает воду фильтрованную. Но у этой линейки есть очень классное, скажем так, преимущество. Она выпускается в огромных форм-факторах. Там есть и бутылочки по 0,33-0,5 и литровый, и вот эта полуторалитровая история и в больших объемах. Сам факт, что вот тот же самый святой источник у меня дома всегда в плетах, блин, лежит. Не знаю, там по несколько упаковок, но что я всегда беру воду в машину. На жаре она не портится. В отличие от того же самого Шишкиного леса мы до него дойдем. На жаре имеется в виду, что когда она нагрелась, она еще не противна. Вот эта, когда нагревается, она по-прежнему вкусная. Это, ну, она и такая средненькая. Плюс недорогая. А что скажут господа дегустаторы? Отличия есть? Ну... Это, наверное, помягче. Вот это как будто реально просто с фильтра. А это вот ощущение вода из фильтра, а это ощущение вода, блядь, из колодцев, скважины, что-то такое. Но, чтобы понимать, у них разница в цене существенная. Поэтому на постоянку можно и с под кран попить. Коля, мы говорили о обычных питьевых водичках, которые просто можно выбрать. Интересная штука, шишкин лес. Единственное, знаю, почему мы о нем сегодня разговариваем. По той причине, что почему-то на всех заправках он есть. Я не знаю, с чем это связано. Вот его всегда можно купить на заправке. Тоже по чуть-чуть? Но, как говорит Тони, шишкин лес уже не тот. Но по стороне запахов я не чувствую. Ладно. Хуже стал. Да, слушай, раньше вот была бутылка, которая спорт, с этой такой пробкой, не проливайкой. И я на заправке его постоянно покупал. И да, действительно, он, по-моему, был раньше получше. Хер узнать, чем это связано. Может быть, просто как бы пока ты не едал что-то вкуснее компота, ты начинаешь уже потом сравнивать. Я потом как-нибудь расскажу историю, как я вообще выбирал себе воды. И почему они, например, вот эти здесь оказались. Потому что я, на самом деле, сделал... Блин, я скупил во всех гипермаркетах воду вот, бля, всю. И всю ее перепробовал. Причем я заказывал по три... А я потом сказал расскажу. Ну и сейчас расскажу. Какую разницу мастера про воды расскажут. Я закупил, наверное, видов 50 воды. Причем покупал их, ну, понятно, не разом. Это просто эти доставщики заебались возить огромными пакетами. Обычно по 3-4 бутылки. И у меня еще всю воду перепробовали дети. И вот тот же самый Байкал, его отжимают у меня сразу. Как только появляется упаковка с Байкалом дома, все остальные отодвигаются в сторону. И такие давай заноси. Кстати, бутылка прикольная, которая водочная. Тбау. К сожалению, мы ее не купили для этого выпуска. Но обязательно как-нибудь расскажу. Она выглядит как водочная в стекле. Я прям обожаю эту бутылку. Особенно вставить ее, когда едешь на машине под стаканник. И когда тебя останавливают гаишники, видят там бутылку вот такие... А ты такой... Ладно, окей. Ну и так, мелочи жизни. Кстати, вода тоже очень прикольная. Эта история, самое главное, не газированная. И второй фактор, она ключевое слово. Вообще там минералы есть на самом деле, но не в таких количествах как вот в этих историях. Поэтому сразу говорю, это вообще можно пить в огромных количествах, что мы, собственно говоря, и делаем. В среднем я где-то полтора-два литра в день выпиваю такой водички. А вот эта история, к которой мы переходим, здесь злоупотреблять не надо. И начнем то, что немножко выбивается из линейки ТСА. Дело в том, что я чаще пью ее не газированную. Но в этот раз попал газированная. Ну, газированная, газированная. Самое главное, газировка что делать? Ну, вообще, я делаю всегда вот такую историю. Все. Пердеть не будем. Ну, по крайней мере, сильно. Да, у нас уж сегодня прям дегустируем, дегустируем, да? Магинации главное. Слушай, а? Больше и больше мы градус-то повышаем. А вот здесь уже начинается история такая минеральная. Про минералки. Ой, блин, какая газировочка. Вот эта газировка из детства. Вот из автоматов таких вот, ну, блин, куда-то закидываешь монетку и там лилась водичка газированная. Это вот она. Прям в чистом виде. Если хочешь словить ностальжухи, очень рекомендую. Слушай, вообще прикольная водичка. Да, я чаще говорю, ее пью не газированную, но газировки это прям ностальжуха. Блин, это вот я... Да надо... Чтоб мне ее не отжать. Не, ладно. Жалко. Поставим. Боржоми. Ну, куда уж берсборжоми-то? По-моему, боржоми знают все. Чего вы пробуете? Его даже на вкус все знают. Все знают на вкус. Мне кажется, я боржоми определю из, блин, тысячи вод. Очень странная вода. На мой взгляд, странная, но в том плане, что у нее есть свой характерный вкус, привкус. И при этом... Слушай, это первый выпуск, когда вы пьете, блин, реально все. Думаю, все знают про боржоми все, но есть одна фишка, которую я тебе хотел рассказать. Немножко физиологии. У меня смещена носовая перегородка. Хуй его знает. То ли мне ее в детстве сломали, то ли при росте черепа она сместилась. И у меня, соответственно, хронический насморк. А я просто с ним живу всю жизнь. Это значит, что у меня постоянно по носоглотке текут сопли. Приятного аппетита, ты же кушаешь, я надеюсь. И наблюдение, которое я сделал, ладно, не сделал. Это мне кто-то подсказал. По-моему, кто-то из врачей. Наверное. Да, и не важно. Кто-то подсказал, кто подсказал. Лайк, респект, уважуха. Так вот, боржоми офигительно смывает с носоглотки вот эту вот всю историю. Реально становится легче. Вот как-то вот сопливыделение тормозит прекрасно. Так что очень рекомендую тем, кто с насморком, обратить на эту историю внимание. Прикольный такой маленький лайфхатчик. По крайней мере, у меня работает. Че, как? По вкусу? Боржоми, блядь, и боржоми? Классически, блядь. Нет ощущений, что не то? Вот единственное только что, ее с чем можно было сравнить, это вот со старой выпуски для которой. Давай, наверное, если этот выпуск, мы договоримся, неожиданно зайдет, наберет хотя бы там пяточек тысяч просмотров и, к примеру, там, ну не знаю, там, 500 лайкосов. Мы запилим выпуск по боржоми, прям найдем олдовую бутылку, блядь, в Грузию съездим, там прям все от снимем и расскажем. Хотя, когда мы на это... Ладно, купим в стекле просто и сравним. Договорились? Слушай, я про боржоми даже больше ничего не могу рассказать, она настолько привычна уже стала. Может быть, если наберет сотку, съездим на эти, минеральные воды? И если этот выпуск наберет сто тысяч просмотров, съездим на минеральные воды и, можно сказать, прислонимся к источникам в натуре. Так, Рычалсу, Ессентуки, Джермук. Рычалсу, Джермук, по мне, та же история, что и с боржоми. В принципе, они идут по одному и тому же принципу, они до этого дают-то. Как-то так важно льется. Потому что в стекле, да? Все дело в стекле, в волшебных пузырьках. Как-то по солению я теперь вручалсу всегда буду в стекле брать. Прям, руки мокрые. Ничем не пахнет. Прозрачность есть. Бля, Рычалсу, она и в Африке рычалсу. Я не знаю, не знаю, что про нее сказать. Она мягче боржоми, она больше к воде, такой питьевой. Все, кто ничего не добавит. По мне, кстати, вот эта история боржоми я, для лечения использую. Рычалсу и джермук. Это обычная такая питьевая водичка, которую я, ну, дома она всегда стоит. Какой-то истории типа изжог, я не страдаю. Обычно. Иногда хочется слегка минерализованной воды. И как раз в этих случаях, что боржоми, что рычалсу, что джермук, прям прекрасно подходят. Такая легкая минерализация, она очень хорошо чувствуется. Джермук. А он поострее. Он поострее, и он пощелочнее. Слушай, я вот их между собой никогда не сравниваю, кстати. Если боржоми, с рычалсу, они достаточно нейтральные, то джермук, у него более выраженный минеральный вкус. по-прежнему запаха нет. И пока мы не дошли до десентуков 17-х, хотел просто сказать про вот эту вот минеральную историю. я когда открывал для себя воды, я стал чрезмерно ими увлекаться. И здесь словил одну такую интересную историю. Я вообще, честно говоря, не знал, что такое возможно. У меня начало повышаться давление от именно минералок. Потому что я сравнивал как бы все обычный мой режим. Я просто их слишком много пил. и стал обнаруживать, что к вечеру у меня начинает повышаться давление. Я хер его знает, как это работает, но злоупотреблять минералками на постоянке я бы не рекомендовал. Но теперь что? Антон накинул тут идею, почему это может быть как-то связано. Но давай так. Мне очень интересно посмотреть, что считаешь ты, может быть, знаешь, потому что нас там врачи какие-то смотрят. И напишешь нам в комментарии. А чтобы два раза не напрягаться, пока пишешь комментарий, можно там валить колокольчик, уведомления, подписаться, ну и лайкос поставить. Так что, в принципе, ты сам все знаешь. Переходим к гвоздю нашей программы. Гвоздю нашей программы. Есин-таки. Ключевое слово 17-е. Это та история, которая, бля, это прям как с кужвеном. Кто не был, тот будет, кто был, не забудет. Почему? Потому что это дико соленая история. Точнее говоря, минеральная. Ха чуть-чуть, чуть-чуть. А, да побольше, побольше. Че вы там? Ребятам побольше, не жалко. В куевеке со мной вообще ни одной не пропустили. Молодцы. Здесь есть уже запах. И этот запах лично у меня ассоциируется с больничкой. Минеральная соленая история. Гессинтуки 17-е. По мне, это самое лучшее средство с пахмелуги. Потому что, вот кто восстанавливает кислотно-бля, челочной баланс, так эта история ток в путь. На мой взгляд, опять же, по моим наблюдениям, она очень хорошо помогает избавиться вот этих перегарных всех историй. Опять же, не знаю, с чем это связано. Хрен его поймешь. Но Ессинтуки 17-е в качестве подлечиться солененькая. Это прям чума. Причем, я знаю, некоторые пьют там всякие рассолы какие-то, кефиры. По мне, вот, это самая прикольная штука. Единственное, могу сказать, что после того, как я начал практиковать историю больше воды, меньше алкоголя, Ессинтуки я стал покупать крайне редко. Только для этого выпуска. За последние, наверное, полгода я вообще его купил, чтобы просто рассказать тебе свое наблюдение. Да, как ты понимаешь, видишь, мы уже докатились до того, что снимаем про воду. Казалось бы, это недорогая история. Да нет, нихера, вода в нынешнее время дорого стоит. И нам для выпусков нужны бабки. Вот эта тема с донатами. Можешь поддержать наш канал, можешь прислать свой алкоголь на дегустацию. Правда, не факт, что мы его попробуем. Тут нам прислали один напиток, который я даже снимать не стал, потому что я ссу такие вещи, это хендмейдовские вещи, которые из непонятного источника. И мне там один дружище привез в какой-то деревне. Вот. Мне не буду про него снимать, потому что я просто не открою его. Потому что мне жить хочется. Да, вот так вот. Мне не было известно бэкграунда, откуда взялась вот та бутылка. Просто от какой-то деревни притаранили. Короче говоря, если у тебя есть история, которая бы, вот, алкоголь тебе какой-то нравится, ты хочешь прислать его нам на обзор, welcome, но присылай две бутылки обязательно, потому что мы сначала одну попробуем, а потом расскажем. Или может расскажем, потом попробуем. ну, хуй его знает, как получится. Короче говоря, либо вариант номер два, пишешь название алкоголя и кидаешь в донатике, сколько он стоит в магазине. Точно так же два чека, мы его закупим самостоятельно. Либо можешь просто поддержать наш канал добрым словом и донатом, мы за это дело будем крайне благодарны. Но здесь почему-то странная история, бухлом не шлют, а денег нет. А еще этот выпуск писался на следующий день после вот этого выпуска на основном канале, в котором нам в комментариях там накидали, что типа там а вы что, охуели, бухаете? Мы после бухания пришли. И вот тема этого ролика как раз родилась после новогодних праздников, хотя они еще не закончились, вся страна отдыхает, а мы работаем. За сим желаю тебе хорошенько пережить, отдохнуть эти выходные. Может быть ты такой же ебанат, как и я и работаешь. С наступившим новым годом наверное надо сказать. Наверное. Другое страна, ты можешь этот ролик посмотреть летом. Тем более он 100 тысяч наберет. Да. Не важно новый год, майские праздники, блин, я не знаю, 1 сентября, что бы не было, вода тебе поможет. Наши наилучшие пожелания господа, обнял, девчонок, люблю, целую. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok